Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарко. Сижу на даче, жду Илью. Илья, германец, кто из нас знает. У него тоже свой канал. Находится он у нас в городе по работе. И мы с ним списались. Вроде бы у него сегодня получается нам встретиться. Ну, посмотрим, да? Сейчас я там приготовить хочу шашлык-машлык маленько. Просто пару часов посидеть. Ребятам надо работать. Сегодня у нас суббота. Они тоже работают. Когда на выезде всегда нет выхода, ни праздника. Нужно работу сделать и домой поехать. Я надеюсь, что все у нас получится. Что они подъедут. Возможно, тоже что-нибудь снимем, да? Следующее включение, ребята. Пошел я жарить шашлыки. Нет, еще нет пока. Пока разжигается. Дымок уже идет. Пахнет везде. Пошел машину закрыть. Ага, чтобы дым не попадал. Такие дела, ребята. Вот такой у нас мангальщик, который Юра Бородата Германия мне оставил. А, видите, клюет. Надо идти туда. Вот что, ребята, у меня на удочке стоит аж 4 или 5 кукурузинки. Это, скорее всего, крабы дергают. Если я вам покажу. На ту самую крайнюю. На дерг, дерг, дерг. Это, скорее всего, крабы. Ну, будем ждать. Может, кто-нибудь еще подойдет туда покрупше. Говорится, поживем, посмотрим. Видите, сегодня вода такая стоячая. То есть ветра толком нету. Течения нету. Листья попадали. Болота получается. Ты нам все это дожарил? Нет еще. А что стоишь тогда? Нужду жарю. Помогай там. Так. Пекану. А ты что, захворал? Вон, думаю, спинами. Мучает спина. Она мне всю жизнь мучает. И, пожалуйста, этого нельзя снистаем. Разобьем. Опа-нас. Все, ребята, давайте. Это барабусное пиво. Опа-нас. Видите, какой. Еще вторую уже достал. Переживание, наверное, еще. У нас в гостях сегодня Илья, германец. Привет, привет всем. Находится у нас в нашем городе по работе. И Димон. Я тебя уже забыл. Дим Димыч просто. Вы, наверное, сейчас в кадре видите его просто пузико такое. Ну, что ты до него так оплался? Нормальное пузо, да? Она же тебе не мешает. Нет. Очень, ребята, они находятся по работе у нас в Брэмагафоне. Вот мы списались, решили встретиться. Когда у них было маленького времени, то есть получается на выходных, они маленько сами себе укоротили работу, да? Ну, мы немножко как бы дали газу сегодня, побольше сделали, чтобы завтра у нас было поменьше. Вы так и так же работаете, поскольку по 10-15 часов, да? По 10 часов работаю. Ну, понятно, все, ребята, а фото быстрее домой уехать, быстрее сделать, домой уехать, да? Ну, не то, чтобы быстрее уехать, а закончить, потому что у нас как бы фест прайс. А, что? Вы работаете, как она называется правильно? Аккорд у вас, да? Нет, аккорд не ездит. Так, ну, то есть фест прайс, то есть... Ну, фест прайс это, когда, допустим, делается, вот, общая сумма. Абъем работы за определенную сумму. Да, за определенную сумму, да. Ну, это, в принципе, то же самое. Ну, а мы не обязаны аккорд работать. И чем быстрее сделаем? Ну, чем быстрее сделаем, для фирмы, конечно, лучше. А вам, да нет. Как говорится, в фото. А, у тебя зато как-то это уже не зависит, нет? Нет, от этого не зависит. А, ну, тогда понятно, тогда приезжайте еще и завтра. Да, да. Все, ребята, будем кушать. Давайте, ребята, кушать, дайте мне, там, шашлык один, палка, горячее еще дают. Да, самое. Хорошо, ребята, еще холодное можно подогреть, потому что там же есть микроволновка. А вот в отеле там хоть не подограла волновка, где оборудовано все? Да, да. Что-то есть там? Это есть, мы только не пользовались, один раз пользовались. Какая-то жарили? Нет, в магазин заехали, гречку взяли там, в банки. А вы приготовились сами, да? Нет, нет, в банки. В банки. А, в банки. Гречка, плов. А вот сюда прямо, вот сюда. А вот в магазин вы ездили туда, там... Микс-барк. Да, да, там, нет, у нас есть несколько магазинов. А где-то недалеко. Тоже, по-моему, как мы сюда ехали. Да, 3-4 километра, да. Ребята, всем приятного аппетита. Да. Мы будем кушать, по-моему, это. А ты недалеко от работы? Ну, от порта, от сунта, или, да, километр по-парад. У нас, если так рассудить, у нас весь город, весь порт. Угу. Тут начинается, он длится, он узкий, город. Но длинный. Но длинный, по-белему будет. Угу. Ну, там, везде порты получаются. Там, 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 там. Да, да. Сколько у вас тут машин новых отправляется, видимо, или в Америку? Ну, и корабель, да. Не только туда отправляется, и оттуда он приходит. И оттуда тоже приходит, да. Да, да. Мерседеса грузили. А вообще, это все потому, что на поезда тоже грузят, еще машинами грузят. А мы только приехали, там, с одним немецким другом. Сразу штраф ему дали. Залетел, залетел. На цоли. Мимо проехал. Еще. Ну, не нашли никого, мы в Балштейле искали. Не нашли обратно выезжать, а нас хлопали. Почему штраф не может быть такого? Штраф дали за то, что верцов не отмеливали. Верцов не отмеливали. 50 евро. Что такое? 25. А, 25. А у вас сразу не свой? Не свой? Не свой. Нет, свой. У нас свой верцов, но мы должны заполнять каждый лист. Допустим, заезжаешь в декларацию, записываешь, что ты залез. Потом выезжаешь, они смотрят. Сегодня вот первый раз у меня проверили. У меня просто машину открыло, посмотрел. До свидания. А он залетел, не задекларировал ничего. И тут же выехал, буквально сколько? Четвертый, да? Ну, 10. Я подержу, там тесто становится. Иди сюда. Махины там, конечно, стоят суда. Сурма вообще гигантские, я такие не видел еще. Ты имеешь в виду грузовые, да? Угу. Там, не знаю сколько этих контейнеров, они грузят. Так само и машины. У нас в основном вся работа и заключается как раз именно в этом. На разгрузке, подгрузке этих машин. Туда еще не так просто строится. А мне кстати звали, что такое мы работали. На верфь. Да? Сурма собирается. Я не помню кто. Мне в инстаграм писал, по-моему, еще, наверное, год назад. Какой-то парень. Типа, Бермархафеннапорт. На верфь. На верфь. На верфь, да. Типа, сварщикам. Предлагали. Типа, 22 евро. А я тогда работал на своем, на своем верфь. Ну, у меня зарплата, в принципе, такая. Типа, мне не нравится. В смысле мне? Переезжать или еще чего-то. Ну, а сейчас же тебя на другой фильм ушли. Сейчас уже на другой фильм. Ну, все это тебе, как тебе сказать, нравится тебе? Ты доволен? Я доволен, потому что я, скажем так, не то что независим. Мне никто не смотрит только в затылок. Не говорит, давай быстрее, давай быстрее. Что ты когда закончишь, надо вон туда идти. То есть, имеешь в виду, у тебя есть твой объем работы. Ты его знаешь, ты его делаешь. Ты его знаешь примерно, когда ты его сделаешь. То есть, нехай тебя не трогают. Мне говорят, вот завтра ты там, надо сделать то все. Сделай это за 6 часов, за 5 часов или за 8 часов. Не важно. То есть, всегда оплачиваем. Ну, ты что не кушаешь мясо? Ем, ем, ем. Ну, растенешь. Я потихонечку. Пусть ты, пусть ты. Пусть ты, пусть ты. Специально старался. Шампура знатные. Вот эти вот хорошие. А ты мне купил хорошие дерьмо. Знаешь, что? Все равно ты мне купил. Дуисбург. Нержавейка. Я на нее навешал мясо. Ну, вот столько, наверное. Она вот так вот прогнулась, как эта. Классно. Мне вообще на тех широкими понравились. Я не знаю, где Валентина Мара их была увидела. Отличные. Короче, в русском. Да и в русском магазине. Шампура с деревянной ручкой. Ну вот же. Широкие. В русском магазине. Сколько я тебе сказал? 8 чем-то 1 евро. 8,95 евро. 8,95 евро. А я не знаю, где ты тоже покупал. Видишь, что они широкие. Да, да. А вот эти вот маленькие стабильные. Классные. Мне подписчик один тоже. Он мне подогнал автовертил. А у него там... Ну, сколько? 2-2 сантиметра, по-моему. Куда вставляется шампур. Ну, я видел. Да, да. Вот такие бы широкие шампура не залезли туда. Ну, специально же делаете под определенный шампураж. Ну, да. Он вообще инженер. Он здесь живет тоже. Недалеко там где-то от меня. И он со своим братом открыл фирму. А что он? Брат в России живет, а он здесь живет. И он здесь их разработал. Вот эти вот автовертилы. Здесь дорого, короче, лазером вырезать все вот эти запчасти. Там, говорит, дешевле. И вот он здесь все это сделал. Ну, потент сделал, да. И я брат, у него открыли две фирмы. Сейчас он, по-моему, в Оссибирске еще где-то. А в Барнауле вон. И вот они там занимаются этим. Нормально, нормально. Дима, попробуй тот салат. Я уже его съел. С перчиком маленьким. Я че? Я уже его съел. Это с магазина вышел в магазину. Нормально. Вкусный салат. Мне он нравится. И мне как мясо такое хорошее. Я видео вот недавно снял. Пасту я зубную купил себе. Ну, схватил. Маленький, маленький этот. Ну, как бы коробочка, да. Думаю, для командировки вот так вот. Этой пастой. Все, приехали сюда. Ну, первую ночь переночевал. Такой открывает. Тоники носик. Ну, думаю, ну, как бы, ну, удобно выдавливать. Клейку туда-сюда. А я, да, я еще на щетку там навалил. Знаешь сколько? И вау! И чувствую уже что-то не то. Щетка прилипает на зубы. У меня все прилипает внутри. Серьезно? А я клей для этого купил, ага. Для основных зубов этих челюстей. А оно еще. Е-мое. Это еще не так все страшно. Только я потом целый день его это. Отмывал изо рта. В жвачку жевал, да? Везде он у меня. Он такой обволакивающий. Вообще ужас. Ты не почитал будешь его или что? Если бы он еще понимал, то читай, да? Да. Не, ну теперь я знаю, что надо искать. Санпаста. А ты что, недавно в Германии что-нибудь? Ну вот в ноябре, 25 ноября будет два года. Он в пандемию как раз приедет. Да. Все прелести пройдут. Ну перед. Мы успели анмельдоваться, мы успели получить паспорта. И в марте вот локдаун начался. Сажал. А мы в ноябре прилетели. Получается в ноябре. В декабре это же понеслось все. Ну в декабре мы еще в Айнахту застали. Еще ярмарки были. И в январе еще более-менее. Я еще в школу успел походить немножко. А вот в марте чуть не закрыли. И это. И все. И сидите дома. Сидите дома. Ты не работал что-ли? Нет. Ну здесь нет. Нет, когда вот был нокдаун. Ты не работал что-ли? Нет, когда ты приехал. А жил? Нет. Потом ты на работу нашел, да? Ну он мне написал. Помоги с работы, не могу больше онлайн. Да я вообще не могу больше. Ничего здесь труднее становиться как-то. Ну что это такое вообще? Там работали, здесь сидеть. Императору звонок. Я говорю, все, я как бы устал, не могу. Я хочу работать. Он мне говорит, твоя задача сидеть дома и учить немецкий язык. Я говорю, как я дома его выучу? Это немецкий язык с кем? Дети по-русски разговаривают, жена по-русски разговаривает. Ну как бы да, она знает немецкий язык. Но проще же общаться как бы на своем языке, на котором мы всю жизнь общались. Если ты будешь, допустим, даже со своей женой пытаться на немецком общаться, не зная немецкого языка. Да, да, да. А он говорит, нет, типа ты должен учить язык. Я говорю, как я должен, ну что я, вот как, как я могу его учить, этот язык дома? Ну, конечно. Я говорю, я хочу работать, он мне говорит, как ты будешь работать, если ты не знаешь языка. Он говорит, что его нужно учить. Он тоже маленько прав, потому что по-любому у тебя основы какие-то нужно знать. У меня есть основы. Их млекте арбайтен, их кан арбайтен, их виле арбайтен, их золь арбайтен. Дело в том, что со сваркой, когда у тебя работа, и что ты как сварщик, и ты по чертежам варишь, то ты должен их понимать и что там написано. Ясно? В этом доказывается и проблема. Хотя Вальдемарка, я вот был, когда пересдавал на сварочную, каждые три года нужно что-то назвать. Там в этой школе было, ты не поверишь, пол Сирии, пол Сирии и пол Африки. Три немцев и я. И вы еще не сдали? Нет, мы сдали, но просто дело в том, что ты вот говоришь, что надо знать там язык. Их учат, понимаешь, их учат в сварке и параллельно у них еще шпрах курсы идут там же, в этой ВСМСО. Это вот что-то новое было для меня. Я пришел, для меня это было удивительно, что они вот просто приехали, вот их как будто то ощущение, что их с Хайма перетащили. Вот учись, будешь учиться сварке и будешь учиться языку еще параллельно, потому что они просто ноль. Абальзам в них такие деньги впоривают, а они потом не идут пробовать. Нет, конечно. Это просто все, что государство выделяет на это средства, а они эти средства используют, то есть их можно выбирать, а иначе потом не будет столько выделяться. Нет, вообще, вот у меня, допустим, в голове какая вообще ситуация происходила в тот момент. Почему, зачем, как бы вот люди, да, ну приезжаем мы, допустим, даже поздние переселенцы, да. Какая ж прохшуля, вот 40 лет, какая ж прохшуля, я там-то особо, ну как бы школу, да, закончил, училище закончил, я, ну как бы у меня нету такого склада ума, чтобы учиться. Жена, да, она всю жизнь учится, школа, институт, там еще что-то, еще что-то, да. Вот на работу, когда ты идешь, даже приехали, это же не стремно пойти, допустим, на аэроджоп. Раньше, так говоря, так и было. Приезжаешь, да, посылали на аэроджоп, на аэроджопе ты работаешь, учишь язык. Это тоже неправильно. Что их сразу посылали, такого не было? Ну не сразу. Ну, блин, ну полтора года это вообще не было. Вот когда ты сидишь у них на шее, не идешь работать, не ищешь, не, как они говорят, не ищешь работать. Не, вот мое мнение, да, личное, если бы вот мы приехали, нам бы дали, допустим, нам дали бы полгода, допустим, да, там, ну, подучить туда-сюда какие-то основы, а потом бы меня, допустим, даже сказали бы, чувак, иди на аэроджоп, я бы сказал, да, я пойду, ну, потому что там я как-то что-то с кем-то буду коммуницировать, и... У них система отлажена. У них первый такой умник. Ну это не отлажена система. Столько людей уже прошло через это. Из-за тебя не будет плюс систему менять, что ли? Нет, просто столько людей сидят на вот хардсфер и вообще ни о чем не думают. Ну это государство так специально делает. Может почему в Германии вообще хотят? Ну блин, это ты получается, как эта птичка в золотой клетке. Вот мне вот недавно, вот буквально перед командировкой написала одна девушка в инстаграм. И пишет мне, Илья, привет, можно тебе вопрос задать? Я говорю, задавай. Прислала мне ссылку в видео вот с тобой, когда ты рассказывал, что ты хотел идти на работу, тебе говорил, брат, чувак, сиди дома. Еще там. Да. Не рыпайся. Мы, говорит, мол, с Молдовы, у нас есть румынское гражданство, мол, если мы приедем в Германию, мы можем рассчитывать на посуде? Нет. То есть, понимаешь, вот люди сюда едут, чтобы просто тупо, я говорю, а как ты хочешь сюда, даже с тебя европейский паспорт, там румынский, как ты хочешь сюда приехать, сказать здрасте, я ваша тетя, дайте мне и моим детям пособие. Я говорю, даже с паспортом, кто-то один из вас, говорит, должен сначала приехать сюда, найти работу, не год отработать, найти работу, постоянную работу, чтобы он мог вас содержать. Просто приехать сюда, сказать, привет, я это самое, я к вам. Такого, говорю, нет. А я, говорит, думал, я приеду, сяду на пособие и буду учить немецкий язык. Я говорю, ты неправильно думал, по-моему. Прежде чем получать пособие, раньше надо было три месяца отрабатывать, потом пол, сейчас сделали год. Год, да. То мне нужно отработать, чтобы получать эти пособие. Так как он говорит правильно, если ты нашел работу, ты можешь семью тоже с вами привезти. А я не хотел его получать. Я хотел работать. Просто, нет, спасибо Германии, она помогла, в плане чего, мы приехали как бы без ничего, дали жилье, дали деньги на первое время. Ты только приехал, ты должен маленько посмотреть, как шорт, маленько разобраться. Не, полтора года нужно оптироваться. И не так, что пришел, что иди на работу. Маленько ты должен посмотреть, как шорт, все правильно делается. Это когда ты потом уже годами сидишь, это же другой вопрос. А изначально, когда люди приезжают, это неприятно. Постоянно сидишь, вот это вот, знаешь, такое это ощущение, ты постоянно в этот почтовый ящик заглядываешь. Какие дальше инструкции тебе придут, что ты должен сделать, когда тебе телефонный звонок будет. Какие там ляйстунги надо отправить эти вот. Ну, не ляйстунги, а как стоянно. Там это, это, шпаркасы там, вот это вот. Аусцуги. Аусцуги, да. Отчитаться сколько потратил. Да, отчитаться сколько потратил, да. Для меня вообще это вот, как сказать, ну, в голову не лезло, как может получатель пособий раз в год иметь отпуск. Почему? Ты что же человек? Ты что же человек? Ты что же человек? Ты устаешь. Иначе было три недели было. Да. Сейчас 21 день? Ну, тоже три недели, да. Но, как бы, ты же год сидел. Ты, в принципе, сидишь так, да, дома, не устаешь. Ты же год сидел, какой отпуск. Да, есть такое, да. Почему? Ну, тут, конечно, все интересно в этом плане. Нет, никто ничего против меня не говорит вещи. Когда человек только приехал, положено, там, до года, там, оно, оно, пока ты что-то сориентируешься, ничего страшного. А если ты годами уже сидишь. Это уже другой вопрос. Уже по-любому надо уже, как с человеком, делать. А некоторые, они просто даже забывают. У них даже ни письма, ничего не приходит. Нет, многие видят. А ты, допустим, только потерял работу по какой-то причине, да. Думаешь, о, у меня год-полтора есть, буду получать, значит, эти деньги маленькие. Чего подумать, я тебя начинаю долбить, долбить, долбить. Вот у меня дядька в 59 лет был, в этом году потерял работу. Ну, укундивала фирма. Абфиногом, конечно, получил. И Арбайдзамт его долбил. Он просто долбил. В 59 лет. Не давали ему просто покоя. Иди ищи работать. Ну, вот как Ваня. Ваня, ему уже 61. Только, конечно, сама песня. Он говорит, нет, я хочу только по своей профессии работать. Он ей вложит эти фризы, знаешь. Он хочет только по этой профессии. Потому что он учился еще. Вот они тоже его долбил. Человек уже 63 года. Нет, он давит до этого. А молодые сидят, и все инструкция сходится как-то. Но они работают по инструкции. Нет, понимаешь, по большому счету мне по барабану. Но. Но есть но. Когда сейчас я, допустим, не вакцинированный. И они говорят то, что, значит, если мне делать анализ, ты что-то делаешь. Почему они говорят, почему наши налогоплательщики должны за меня платить? Ё-моё, я плачу. Я же сам плачу. Я же сам плачу эти налоги, что ли. Позор даст. Да, да. Это мое личное решение. Делать мне эту прививку или не делать прививку. Ну, а как еще так они говорят. Зачем тогда он будет за меня платить. А я тоже плачу. Я тоже плачу. Да, да. Что это такое? Я же говорю, это вот этот инфликт. Только через заднюю дверь они пытаются зайти. Потому что они поняли, что народ не хочет. Нет, конечно. Потому что люди понимают все это. Потому что они смотрят их, что они говорят. У них все не стыкуется. Сегодня, да. Сегодня одно, завтра другое. Потом третье. Сначала одно работает. Потом говорят, что даже те, кто это сделал, тоже заболевают. Да. А ты видал, я вот те итоги видел. В принципе, сейчас уже везде, наверное, эти видео есть. Показывали не только какая-то партия. На выборах. Выбрали, выиграли и фотку сделали общую. Да, да, да. То каждый человек в маске. Да. Тогда задается вопрос. А дети ходят в школу в масках. Понимаешь? Действительно. Ну как это так? Да? Издеваются над детьми. Да. А сами без масок. А сами без масок. А сами без масок. И начали отмазаться. Вчера я, кстати, читал статью отмазаться. Они все привитые. Что мол, нет. Не только что они курс только маски сняли. Я увеличил фотографию. Ни у кого масок в руках нет. Да. Они типа только на какой-то момент для фотографии сняли маски. А маски-то где? Да. Ни в руках. Ни на локтях. Ни у кого. Нигде нету этих масок. Понимаешь? Да. Обману всех. Что, Илья, скажешь? Красота, Вальдемар. Красота, да? Красота, да? Вот так вот. Так что погоды нету, да, толком? Ну, главное, дождя нет. Там все остальное. И тишина. Вот ветра тоже нет. Поэтому я же тебе говорил. Я смотрел по прогнозу. Сегодня еще более-менее. А завтра будут дожди. Поэтому хорошо, что мы сегодня встретились. Да, да. Потому что во вторник мы уже, наверное, скорее всего уезжаем. Возможно, вы еще и когда-нибудь все равно в наши краяще попадете. Может быть. Потому что не зря он сюда поехал. Дима пошел искать червей. Дима, слабо. Нет червей, конечно, там нету. А, Димка, Димка. Что, выкопал? А? Нет червей. Не там копаешь? Мне жирных надо, вот, тонкие мне. А, ты на Аля, он на Аля хочет, наверное. Да. Он со своим Аля, он почему-то уважает сильно угрей. Люблю. А что, красивая рыба? Красивая рыба. Красивая, вкусная. А причем сопротивляется. Вот лещ, он, как бы, такой, ну, вялый. Чуть-чуть побился и все. Да. А этот тянешь, как будто, этого, там, подцепил. Да даже грамм на 300 уже, как будто, килограмма натрия. Он под камни, потому что сваливает. Он заднюю дает? Да, я знаю, как он ловится. Вау. Ай, красота здесь. Ну, давай стульчик поставим сюда. Давай еще покушим там, что у нас все. Маленько покушаем, но можно при этом сесть и сидеть. Еще позволит нам время, потому что стемнеть быстро. У тебя с этим, с Ломарикой, надо быть немножко? А, нет. Это с двух разных комплектов. Или я. Это с двух разных комплектов. У меня один комплект навернулся, а не было воима вот этих штучек. Я поэтому взял, сюда поставил. Там, да, они прямо втыкаются, и там и там срабатывает сразу. А теперь что-то у меня и пульт накрылся. С рациями, да? Да, у меня пульт такой, поэтому я же удобно. Ушел, короче, сплят. Да. Я там в кибитке что-нибудь делаю, ремонтирую. Вот все там, клепаю. Пипик сработал, я прибежал сюда. Все рыбу вытащил. Вот такая рыбалка. Поэтому я говорю, что для меня, допустим, эта рыбалка так, чтобы именно сидеть, я уже, знаешь, залито уже. Столько нарыбачился, поэтому мне уже не очень то и нужно. А щупу как поймал? На спиннинг? Нет, на рыбку, на рыбку поймал. Спиннинг тоже есть, еще что можешь покидать, может что-нибудь изловишь. Зацепов тут не бывает? Бывает. Где их не бывает? Это вообще как бы хороший спиннинг с лодки. Вон мотка, Димас. Мы тебя толкнем обратно. И две вилки тебе дадим, короче. Чтобы гребсти, да? Легче было. Вилки, Димас. Ты как раз пока доплывешь, похудеешь. Да, 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 да. Да, 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 да. В обратную сторону. Знаю. Речки есть какие-нибудь у вас здесь рядом, пресноводные еще? Ну, я имею в виду побольше чем-то. Ну, конечно есть. Ну, ты там, где работаешь, это у нас же река Везер. Это еще не, это не Северное море. Это она просто попадает как раз в Северное море. А с той стороны Эльба впадает в Северное море. И поэтому, где Хусхаффен, это там только море. Там только море уже северное идет. А здесь, там, где мы работаем. А это еще Везер идет река. Да. Она впадает сюда. Ну, там вода уже соленая, я пробовал. Ты серьезно, что ли? Вчера. А, после этого рыбачил там. Да, у нас даже само по себе вот эти реки считается, уже вода тут, мне говорят, смешанная, соленая. Смешанная. А ты считал бы нам, да? Да, да. А вот один вопрос. Вот, допустим, на Сахалине, там, на Владивостоке, в реке, с моря заходит горбуша, там, хумжа, ну, лосось. Ну. Сюда лосось приходит, нет с Северного моря. Он там есть. Ну, наверное, заходит, откуда я знаю. Должно заходить. Двадцать лет уже здесь. Ну, и что, в этой речке, что ли? Сюда не зайдет. У нас же шлюзы стоят. Ага. Тут не так, что просто кажется. А тут шлюзы стоят. Они вот, когда течение появляется, это они открывают шлюзы, там, воду спускают. Да, все понятно. Так, ребятки, все уже быстро сейчас темнеет. Мы с ребятами покушали, перекусили маленько. Я думал, будем рыбачить, но Илья что-то не шибко собирается рыбачить. Ха-ха. Димка закидывает. А, уже кляет. Димка кидать толком не может. Сам себе в глаз чуть не попал. Ха-ха-ха. Дорогие друзья, ссылочка будет в описании. Заходите на канал к Илье. Он же германец. Очень много рассказывает о Германии. И говорит только правду. Говорит так, как он думает. И так, как что с ним происходило и происходит. Поэтому, я считаю, что этот канал очень хороший. И справедливый. Нигде не привирает, а говорит так, как оно есть на самом деле. Советую перейти по ссылочке. Можете тоже подписываться. Но мы попробуем еще что-нибудь снимем. Пока еще, значит, не стемнело. Попробуем тоже снять. Я рад, конечно, что у нас все-таки встреча получилась. Еще ребята приехали. Все-таки они нашли тоже немного времени. Я понимаю, что им надо тоже работать. Им тоже хочется быстрее домой. До дома до хаты, как говорится. Но отдыхать иногда тоже маленько надо. На пару часов, не? Да. Ребята приехали просто на пару часов. Заодно познакомились с Демаркой. Да. Долго, долго звал он меня. И в инстаграме, и везде. И вот. Удалось. Сама судьба, да? Да, да. И уже тогда порыбачим. Отдохнем хорошо. Без всяких таких стресняков, скажем так. Что завтра на работу. Завтра на работу. Пиво не попить. Ну, не порыбачим нормально. Я тоже говорю, что им надо для отдыха нужно, чтобы было больше времени. Что это было? Немцы в городе или что? Девки. Девки где-то кричат. Девки это хорошо. Я сюда вот как раз палаткой встал. Димон уже вредил. Димон уже в плантацию встал. А он уже все, уже приглядел, да? Уже приглядел. Димон, вон смотри сколько места. С той стороны. С той стороны. Мы тебе кусты простригем вот так вот. Чтобы видно будет. Начнем его простригать. Еще один раз пройдет, там такая колья будет. Ха-ха-ха-ха. Не говори. Ха-ха-ха. Жаль конечно, жаль конечно, что в общем времени мало. Мы с Юрой посидели. Поэтому Юрий говорил, приезжай аж в пятницу. Чтобы у нас было две ночи. Потому что мы тоже обсуждаем разные темы. Мы не только же пацанок с камерами таскаемся, да? Да. Просто сидим, ну, о чем-нибудь вспоминаем или обсуждаем какую-то тему. Мне очень понравилось Юрий. А кстати можно будет как-нибудь, если он еще раз поедет, можно будет втроем. Ну в смысле имею в Юрике. Можно будет, почему нет. Я еще приглашал тоже и Валентина из Валентина ТФауа. Ты его не знаешь. У него канал. Он там тоже кушает, готовит шашлыки, делает, коптит. Он в основном все это коптит. Ну на немецком языке. Но он тоже с нас. Он с Киргизии. Оттуда родом. Вот. Я ему тоже предлагал. Он тоже, между прочим, живет от Юрика, по-моему, 20 километров. Где-то в ваших краях. В наших краях. Да. Я ему тоже предлагал. Не совпало, отпуска были не совпали. Но я тоже ему предлагал, чтобы приехал и сказал, что нам бы скоптил туда. Скоптил туда. Он тоже рыбак, тоже любит рыбачить. Поэтому я думаю со временем, может когда у меня все здесь построится, как я хочу сделать. Все-таки потом мы будем здесь встречаться. Тем более летом палатку поставил и все дела, да? Мне наоборот бы сейчас вот было вот в такой вот, как у тебя вот здесь вот. Природа, то есть речка. Тут лесок, там лесок. Палаточку бросил. Шляфзак, все. Какая красота. Даже не надо кровати. Наоборот. Это я кровать для себя хочу сделать. Ха-ха-ха. Чтоб у меня старик уже где-то полежать было, да? А я вот здесь вот, Илья, я вот здесь сплю. Видишь, у меня там раскладушка лежит. Она разбегает. Я там лежу и через окошко мне все видно. Все видно сразу. Да, отлично, отлично. А комуров нет у тебя здесь? Тох. Есть. Как раз они там в углах и здесь сидят. И потом начинают, даже мошка была в этом году. Я еще думаю, что мне руки так кусают. И вот эти комуров не слышно. Перчатки одел потом нормально. А когда я свой телефон повесил туда. Кино смотрел. Смотрел. По телефону ползают. Мелкие-мелкие такие. Вот они, падлы такие. И были. Все ребята, всем большое вам спасибо. Спасибо ребятам. Спасибо Илье. Димону все-таки навестили. А что ты балдеешь? Димон все... Последнее время что-то я везде. Да потому что я камеру убираю, а ты подбегаешь. Камеру убираю, а ты подбегаешь. Ну сам прям аж нарывается в камеру. Да я шучу же. Все ребят, давайте. Всем вам всего хорошего, доброго. Еще раз повторюсь. Переходите на канал Ильи. Подписывайтесь на его канал. Как я уже сказал. Позитивный канал. Рассказывает правду, как он есть на самом деле. Нигде не юляет. Короче, не подыгрывает никому. Если у человека есть свое мнение, я считаю это хорошо. Если вам интересно, заходите, посмотрите его видосы. И вы поймете, кто такой Илья. Известный спарщик у Германии. Которого посылает по всей Германии работе. Даже Брэмахафан его занесло. Да, занесло к Вальдемарке. Да. Ребята, всем пока-пока. Всем пока-пока. Спасибо, Димон, что скажешь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok